Друзья, всем наитеплейший привет из ясного мартовского Таллина. У нас прекрасная погода, голубое небо, и, как обычно, у нас холодно и ветрено. Без этого у нас никак. Моя тема называется сегодня, тема моего выступления, организация дистанционного обучения и вызовы, с которыми сталкиваются учителя. И, в принципе, все свое выступление я буду говорить, друзья, не о самих вызовах, а о тех причинах, которые нас к этим вызовам привели. Те вызовы, с которыми мы сейчас столкнулись, это следствия. Если мы понимаем, какие причины, если мы понимаем эту причину-следственную связь, то, соответственно, мы и понимаем, какие попытки мы должны предпринять для того, чтобы с этими вызовами справиться сейчас и в будущем также. Коротко расскажу о себе. Я когда-то работала в школе образовательным технологом и учителем информатики. Затем стала заниматься очень активно научной работой в Таллинском университете. И сейчас я перебазировалась со школы полностью в Таллинский университет. И моя должность называется «Дизайнер учебной среды». И связана я с Центром образовательных технологий Таллинского университета. Там же занимаюсь, как я уже сказала, и научной работой, и фокус моей научной работы как раз-таки связан с тем, как помочь, как поддержать учителя в изменении своего подхода к обучению. Как помочь уйти от, скажем так, старой педагогики, об этом я вам сегодня буду говорить, к новой педагогике. Это такие условные названия сейчас. Чуть ниже я подробнее объясню, что это значит. Также я руковожу студией педагогического дизайна под названием «Курвит Студио». От имени этой студии я работаю с учителями как у нас в Эстонии, так и за пределами Эстонии, как очно, так и онлайн. Я образовательный блогер. Меня вы найдете в таких социальных местах, как Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ВКонтакте, Telegram и так далее. И если вы после этой встречи захотите со мной где-то лично связаться, вы меня в любом случае так или иначе найдете, друзья. И на Facebook, то образовательное пространство, в котором я присутствую и где я активно делюсь своими знаниями и опытом с учителями, называется «Мастерская Марина Курвитц». Мой личный профиль Facebook, туда лучше не заходить. Я даже не знаю, что туда сыпется. Я сейчас им совсем не занимаюсь. Я только вот в «Мастерской Марина Курвитц» присутствую. Итак, друзья, я думаю, что о себе я сказала достаточно. Пойдем далее. И вот я не знаю, мне смотреть, например, в чате, я вижу, что в чат приходят сообщения. Мне надо следить за тем, что вы сейчас пишете, или это между вами какая-то идет беседа, или есть уже какие-то вопросы. Я сейчас еще для себя не определилась. Я предполагаю. Давайте так. Чат сейчас наполняется. Вы выступите, а потом мы в чате. Я попробую фиксировать вопросы. Хорошо. Вам их озвучу, чтобы вы смогли на них ответить. Хорошо, хорошо. Спасибо. Так и сделаем. И да, друзья, записывайте тогда свои вопросы, записывайте мысли по ходу презентации, потому что я знаю, что в то время, когда ведущий выступает, у тебя так много мыслей, и так много чего хочется спросить, а потом под конец выступления они все куда-то убегают. Может быть, с одной стороны, это и неплохо, что они убежали. Может быть, так и надо, но иногда спросить все-таки хочется, поэтому фиксируйте свои мысли. Итак, друзья, вызовы я сейчас разделила на четыре группы. На четыре группы. Первое, с чем сталкивается учитель, это взволнованные, а порой даже крайне беспокойные родители, которые могут и докучать, и наезжать на учителя, определять какие-то претензии, выражать недовольство. И у них какие-то свои переживания, и их мы тоже понимаем. Но учитель это все сейчас ощущает на своих собственных плечах. Вот это вот давление, которое идет со стороны родителей. Далее, учитель с чем сталкивается? Это то, что ученики не работают. Перегиб с цифровыми сервисами. И под перегибом я здесь что понимаю? Я думала, как-то это слово изменить, и вы знаете, вот не смогла я пока подобрать под перегиб что-то другое. Учитель столкнулся с той ситуацией, когда цифровых сервисов просто сомнище. Если школа не нашла какое-то единственное решение, удобное для всех, и для учеников, и для учителей, и для родителей. Юраш, сделай, пожалуйста, потише у себя, а то я слышу свой голос из комнаты. У меня супруг запустил, смотрит мой инстаграм, лайв в соседней комнате, и я слышу все, что я говорю. Так вот, если школа не нашла этого единственного решения, тогда, конечно, учитель оказывается в той ситуации, когда непонятно, какой же сервис выбрать, и в итоге учителя хватаются сразу же за несколько подряд. Ничего страшного, ты можешь приходить сюда, тогда слушай меня здесь. И перезагружают немного учеников этими цифровыми сервисами тоже. Я, например, слышала такие примеры, когда специально под какой-то определенный учебный предмет, допустим, история, необходимо создать электронную почту, отдельную. Ну, вот такие вот перегибы случаются. И четвертое, друзья, актуальное для нас с вами, это контролирующая администрация, это тоже давление на учителя со стороны администрации школы, и это тоже не может, конечно же, на учителей не влиять, это тоже тот вызов, с которым он сталкивается. И вот теперь, друзья, давайте мы поговорим о тех причинах, которые нас привели к тому, что сейчас учитель вот со всеми этими четырьмя группами вызовов столкнулся. И вот теперь, друзья, я перейду к тем определениям, к тем понятиям, которые я упомянула в самом начале своего выступления, к таким понятиям, как старая педагогика и новая педагогика. Как я сказала, это такие условные названия, ввела их не я, ввел их Майкл Фулан, психолог, ученый из Канады. И вот посмотрите, друзья, как он определяет эти две педагогики. Это нам с вами очень поможет потом разобраться, почему же мы с такими вызовами с вами сталкиваемся. В контексте старой педагогики, в контексте старой педагогики, первичной задачей, точнее нет, оценкой качества работы учителя являлась, то, насколько хорошо он владеет контентным знанием и насколько хорошо он может его передать. И если, друзья, вы на Ютубе наберете такой запрос, как открытый урок, открытый урок по новым образовательным стандартам, инновационный урок и так далее, и так далее, вы увидите вот этот вот контекст старой педагогики, вы увидите, как урок построен на том и оценивается в принципе на том, насколько хорошо учитель работает с классом. Что значит работать с классом? Он стоит перед тоской, работа преимущественно фронтальная, темп работы назначает учитель и он передает знания. Как правило, тот человек, который приходит на урок оценивать качество работы учителя, он фокусируется именно на том, насколько хорошо вот учитель объясняет, какой у него словарный запас, как он спрашивает активно учеников, чтобы он всех задействовал и так далее, и так далее. В контексте старой педагогики педагогический потенциал педагога занимает второстепенное место и как правило, под педагогическим потенциалом понимаются непосредственно инструкции, которые мы даем ученикам. Ты делаешь, ты не делаешь, тут сиди, тут стой. Вот отсюда и до обеда и так далее. Вот такие вот прямые инструкции ученикам. И когда появились информационные технологии, они заняли в контексте старой педагогики такую третью роль. И в основном их задача заключалась в том же самом. Доставлять контент или проверять, контролировать, да, непосредственно у ученика. Выполнил, выполнил, не выполнил. И задача ученика заключалась в том, чтобы он овладел требуемым контентом. И на выходе у нас такой мастер контента. Тот, кто очень хорошо знает контент. Это контекст старой педагогики. Да, Ироша. Я хотел бы добавить это. Он знает очень хорошо контент, но в смысле репродуктивной деятельности. Да. Это очень важно. А то мы подумаем, что вау, круто. Ничего не круто. Он повторяет то, что ему только что объяснили. Да, 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 да. Очень много в старой педагогике действительно репродуктивной деятельности. Да, это тут Юрий меня сейчас дополняет. Так, мне тут пришло, Юраш, твое извещение, оно мне так мешает. О, да, теперь я убрала презентацию. Так, секундочку, друзья. Ты мне снова присылаешь, Юраш, какие-то извещения? Сори, я не буду больше писать. Я теперь ушла с экрана, я не вижу свою собственную презентацию. Сейчас, друзья, одну секунду. Как мне вернуться к моей презентации? У тебя зума, да? Да. Где моя презентация? Вот она, все, все, все. Друзья, я извиняюсь. Приходит извещение, и я теперь понимаю, что надо было все закрыть, чтобы они мне не мешали, они мне пригоражат икра. Итак, вот теперь посмотрим, что по Майклу Фуллуну является новопедагогикой. Вот в новопедагогике, вы уже здесь подготовили иллюстрации, которые вы видите, технологии, они повсеместны. Это само собой разумеющееся, что мы сейчас используем технологии всегда и везде. И это не означает, здесь, как правило, когда я говорю эту фразу, что мы всегда используем технологии, как правило, понимается так, что человек взял телефон, носом уткнулся, или в экран, ученик тоже, и не отрывается от него. И тогда начинаются дискуссии, связанные, а как же человеческое общение, портится зрение, искривляется шея и так далее, и так далее. Я сейчас говорю о том, что у меня всегда под рукой есть дигитальный помощник, и в любой момент я, как ученик или учитель, могу им воспользоваться, в любой момент урока. Это само собой разумеющееся, что я могу взять и что-то с ним сделать. В контексте новой педагогики педагогический потенциал учителя, он первичен. Это крайне важно, потому что если мы работаем в условиях, когда у ученика лежит вот этот вот потрясающий в кармане цифровой инструмент, где вся информация, все знания и различные прекрасные приложения, которые только спроси голосом, и он тебе все порешает, все ответит, еще и распечатает для тебя готовое решение, мы понимаем, что необходимо другие задачи ученикам ставить, другие критерии оценивания разрабатывать, другим способом организовывать учебную работу и так далее. Педагогический потенциал учителя, его мастерство педагогическое, оно первично, это крайне важно. Вместе с учениками, вместе с учениками учитель совместно исследует, осваивает, открывает то учебное содержание, которое раньше учитель в контексте старой педагогики просто передавал. Теперь он строит или конструирует такую учебную ситуацию на уроке, где ученик это знание открывает для себя сам. И технологии здесь в этом очень помогают. И здесь поддержка учителя крайне необходима. И ученик создает, он не репродуцирует все то, что уже в учебнике было написано лет 20 назад. Он не возвращает нам эту информацию, которую мы и так без него знаем прекрасно. Он, опираясь на эту информацию, создает что-то новое. Что-то новое. И очень хорошо, когда это что-то новое можно будет использовать в реальном окружающем физическом на нас мире. Вот теперь, друзья, мы идем с вами далее. Возвращаемся к нашим вызовам, исходя вот из этих двух концепций старой и новой педагогики. Вот, опираясь теперь на эти понятия, нам будет легче дальше разобраться с тем, почему же мы столкнулись с тем, с чем мы столкнулись. Итак, вот теперь здесь я на слайде оставлю сейчас картинку только старой педагогики и несколько таких характерных моментов, связанных с уроком, который вот, и не только с уроком, друзья, с мышлением, который в духе старой педагогики выстраивается и существует. Учитель разом, это я уже сказала, в принципе, учит весь класс и учитель контролирует весь учебный процесс. В классе ученики, как правило, выполняют работу индивидуально. Иногда бывают парные работы, еще реже бывают групповые работы. Я помню, как наша с Юрией магистрантка, учительница математики, после того, как отучилась у нас в магистратуре, прошла у нас методику обучения математике, вдохновленная с сияющими глазами, пошла в школу для того, чтобы все те идеи, которых мы так одушевленно ей рассказывали, реализовать в своем классе. Она решила со своими учениками организовывать именно групповую работу и столкнулась с тем, что у нее что-то не получается, как-то ученики не привыкли, она не знает, как регламентировать этот процесс, как управлять им. Обратилась к своим коллегам по школе, к учителям математики и сказала, как вы организовываете групповую работу. На что учителя математики чуть ли не закидали ее помидорами и сказали, какая групповая работа, это математика, нет, там ни в коем случае не должно этого быть, только учитель говорит, объясняет, показывает, решает, еще вызывает к доске. Никакой групповой работы на математике это невозможно. Учебная деятельность для всех одинаковая, она проводится одинаковым способом, это характерно для старой педагогики. Фокус, как правило, на учебном содержании, а не на учебном процессе, потому что крайне важно, что ученик учит, а не как он учит, результат, а не процесс. Вот, друзья, это тот пункт, с которым мы будем возвращаться не раз, потому что те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются и учитель, вот они тоже все отсюда, от того, что мы сами к результату ведем, а теперь удивляемся, почему ученики не ценят учебный процесс. Задания, в основном, теоретически, они не помещены в некий контекст, поэтому у учеников возникает очень много вопросов, зачем мне это надо, мне это в жизни не пригодится. То есть, осмысленного обучения не происходит, ученики не понимают, зачем это надо, а это наша задача, задача учителей и может быть даже администрации школы доносить, в чем смысл, а для этого мы сами должны очень хорошо этот смысл понимать и чувствовать. Учитель делает акцент на передачу знаний и информации, в классе поддерживается конкуренция между учащимися, здесь отметки и различная система поощрения наказания, очень хорошо эту систему поддерживает. Знания, ой, задания в основном на первые три ступеньки таксономии Блума, в основном это такие навыки мышления низкого уровня, мы не успеваем выше, или если мы берем задания, которые соответствуют, допустим, анализу или синтезу, а может быть даже и созданию, мы не знаем, как это оценить, потому что для этого другая система оценивать должна быть, там нету правильно-неправильно, там по-другому надо подходить к этому оцениванию, и оценивается не самостоятельное мышление, а то, сколько правильных ответов дает ученик. И вот теперь, смотрите, вот это тот контекст, в котором мы работали, в котором работали учителя. Вполне возможно, что администрация школы поддерживает именно такой подход, вполне возможно, друзья. И это неплохо, нехорошо, это просто как некое такое очерчение фактов. Вот теперь с этим знанием, вот с этим вот мышлением, с таким построением учебного процесса мы окунулись в дистанционную работу. Вот мы теперь оказались с учениками на удаленном друг от друга расстоянии. И что мы делаем? С чем мы сталкиваемся? С тем, что мы в онлайн пространство переносим ту же самую логику старой педагогики, в рамках которой мы выстраивали наш учебный процесс очный. Онлайн уроки проводятся так же, как обычные уроки. Берутся те же самые 45 минут или 40 минут, и учитель в это время что-то рассказывает, ученики в это время что-то слушают, записывают, а потом выполняют домашнюю работу. Я сейчас использую ТикТок. Ну, не только сейчас, я давно уже использую ТикТок, но сейчас я стала наблюдать, как много появляется видео от учеников, различных мемов их, о том, как они работают дома на дистанционном обучении. И вот, друзья, они делятся лайфхаками о том, как схалтурить и не попасть на онлайн урок, и при этом у учителя будет полное ощущение, что ты у него на уроке присутствуешь. Первое, что они делают и что они рекомендуют делать, они записывают заранее себя на видео или ставят свою картинку, добавляют, вот сейчас вы видите меня, да, я тут двигаюсь, вы меня видите, а они ставят вместо этого фон в свою фотографию и сами уходят с экрана, а остается фотография. Вот. Что они еще делают, какими они лайфхаками делятся. Если учитель тебе задает вопрос, а ты не знаешь на него ответ, делай вид, что завис. К тебе обращаются, а ты висишь, а ты висишь, ты не отвечаешь, ты не реагируешь, интернет пропал, понимаете? Очень смешно наблюдать за этим, но о чем это говорит, о чем это говорит, друзья? О том, что у учителя функция преимущественно контролировать ученика, ученик тот, который думает о том, как мне этого избежать, он не хочет, чтобы его контролировали, он не понимает вообще, зачем ему это надо, он ценности той работы, которую он проделывает, не видит для себя, и ему эту ценность тоже никто не объяснял, ему никто не донес, в чем смысл той работы, которую мы делаем. Поэтому они любыми способами хотят это избежать. учителя продолжают передавать, передавать, передавать и передавать, и, соответственно, потом, что они дают домашнюю работу, которую ученики должны делать. Вместо того, чтобы выстроить учебный процесс, вместо того, чтобы помочь ученику учиться, мы сейчас, мы это учителя, я как себе, то как учителям, то как к себе, как администрации обращаюсь иногда, мы даем список заданий. Мы привыкли давать ученикам домашку на дом. И сейчас мы продолжаем делать то же самое. Мы просто даем домашку на дом. Теперь мы даем больше домашки на дом. То есть учебного процесса у ученика не происходит. Он не учится. Он просто выполняет задания и отправляет их учителю. Конечно же, он хочет этого избежать. И если он узнает, что ура, за это не поставит оценки, да он даже не откроет. Он даже не будет этого делать. Потому что возникает у него логичный вопрос. А зачем? Меня никто не проверяет, меня никто не контролирует. Зачем? Мне это надо. Учителя для того, чтобы проконтролировать, потому что они понимают, что ученик избежит этого, да, он не будет это делать. Чтобы проконтролировать, чтобы заставить, просят фотографировать работы и присылать на почту. Вот, например, моя племянница каждый день учителю шлет по всем предметам фотографий на почту. И я у нее тут спрашиваю, я, конечно, не представляю, что учителя делают с этими сотнями фотографий у себя на почте. друзья, мне жалко просто этих учителей. Я не понимаю, что они с ними делают. Но вчера у своей племянницы спрашиваю, а что после того, когда ты отправила эту фотографию? Фотография с математики, фотография с русского языка, фотография с эстонского языка, с английского языка, с биологии. Дальше что? Он говорит, ничего. Новая порция заданий. Опять они с бабушкой вместе сидят, решают. Бабушка там в роли педагога, значит, голову ломает и отсылает эти задания. То есть ничего вообще назад, она ничего не получает. Где учебный процесс? Учебного процесса нет. Есть просто такой контроль. Цели нет обучать. Цель есть проконтролировать и выставить отметку. Случаются, конечно же, педагогические перегибы. И они случаются, друзья, именно от того, что не хватает нам тоже смысла той работы, которую мы делаем. Мы не понимаем, что нам делать. Вот у нас вот то мышление со старой педагогики, а теперь контроля нет, и ты просто не знаешь, за какой инструмент схватиться, что же сделать, для того, чтобы лишь бы он выполнил эту работу. Потому что на тебя сверху давит администрация, ты должна выставить отметки, покажи мне, что они сделали, покажи, сколько у тебя было на онлайн-уроке и так далее. И учитель в панике начинает давить, естественно, на ученика. Ученик дома в шоке, жалуется родителю, родитель давит опять на учитель, администрация узнает, что какой-то там кошмарный кошмар учитель творит, и давит на ученика. В общем, сотрудничество не происходит, информация особо не движется, смысл в том, что происходит, никто не понимает, но все пытаются хоть каким-то образом что-то, что-то выполнить, лишь бы что-то у нас произошло. Все, вроде бы как что-то происходит. Ученик формально работу выполнил, отправил, учитель все администрации показал, отчет отправил, все сработало, и, соответственно, администрация тоже кому-то дальше может передать эту информацию о том, что вот все у нас работает, посмотрите, у нас все движется здесь. Так, у меня чуть-чуть в Инстаграме подвез, но ничего страшного. Задания ученикам, учителям составлять очень сложно, потому что, если мы берем задания, которые только на первые две ступенечки таксономии Блума, то, конечно же, достаточно легко нагуглить. Да и к тому же, ученики активно чатятся между собой, совместно делают эти домашние работы, то есть, учителю все сложнее и сложнее придумать какое-то задание, чтобы ученик его выполнил сам. Учителя иностранных языков говорят о том, что они просто, вот ты пришлешь им текст перевести с иностранного на родной, с родного на иностранный, а не просто гугл-переводчик и тебе за 3 секунды получай, получай, читай, пожалуйста, разбирайся сама, это тебе надо. Все, работа сделана, работа сделана. Ученику это надо, ученику это не надо. Для него это неважно. Он для учителя, он для учителя эту работу делает. Связи с учениками нет, отношений с учениками нет. Ученики не выходят с нами на связь. Ученики не делятся с нами своими трудностями. И я не знаю, готовы ли мы тоже к тому, чтобы они делились с нами трудностями. Те учителя, у которых отношения с учениками уже были выстроены, доверительные, то для них в этом нет никакой проблемы. Они сейчас могут меня слушать и говорить, Марина, о чем ты говоришь? Это же очевидно. Никто так не делает. На самом деле делают и очень много. И не каждый может выдержать от учеников какую-то негативную обратную связь. И система оценивания, конечно, не меняется. Возвращаясь к тому, что нам сложно составить задания, нам необходимо составлять задания другие. Но если мы даем другие задания, мы не понимаем, как их оценивать. Там критерии оценивания должны разрабатываться. Это должна быть прозрачная система оценивания. Ученик знает, как его будут оценивать. Он опирается на эти критерии при создании какой-то работы. И это все то, что я вам сказала. Если сейчас этим всем начать заниматься, это огромное количество времени уйдет на это. Вот мы с этим сейчас столкнулись, потому что наше мышление, оно было из старой педагогики. И внизу у меня записана такая фраза, как это тот случай, когда у нас ученик для школы. Это не школа для ученика. Это ученик для школы. Друзья, как бы странно это ни звучало. Вот теперь посмотрите, если мы хотим с этими вызовами справиться или в дальнейшем с ними не сталкиваться, или по крайней мере не в таком объеме, что нам необходимо делать для этого? Чтобы реализовать новую педагогику, вот, например, я сейчас приведу сразу пример своего супруга Юрия Курвиц. Он работает в Таллинском университете. Он работает в Таллинском техническом университете. В Таллинском техническом университете он преподает такую классическую дисциплину, как математический анализ. В Таймском педагогическом университете он ведет методику преподавания математики, он лектор, он также ведет предмет, который называется использование цифровых технологий при преподавании математики, да, Юрий, так? Да. У него там много еще всяких разных регалий, если я сейчас начну переселять, там много времени на это уйдет, но сам факт, что для него вот, например, сейчас для его студентов ничего не изменилось. Нам только сказали, что, ребят, переходим на дистанционное, все, у Юрия на следующий день лекция уже в вебинарной комнате с его студентами. Нет лекции, учебные материалы на Google сайте у студентов, вход туда, туда есть учебные видео, приложение для самопроверки, комментарии, обратная связь, все есть, студенты работают, для них даже ничего не поменялось, нету только очных встреч, все, ничего не поменялось. Так вот, друзья, какие три компонента, какие три компонента нам важно обязательно внедрять для того, чтобы мы могли начать работать в контексте новой педагогики, потому что от старой необходимо уходить, и это, понимаете, как само собой разумение, это аксиома, как говорят математики. Это просто факт. Мы на ней дальше просто не продержимся. И когда вы слышите, или когда, например, вы видите приложение, которые, например, математические приложения, которые фотографируют задания в учебнике, и тут же тебе степ-бай-степ дают решение и дают ответ, и когда вы слышите, что на это люди реагируют фразой, так они же теперь отупеют, наши ученики имеются в виду, раз все за них все решают, они не так уж и не правы, но, здесь есть одно но, они отупеют только в том случае, если мы по-прежнему будем фокусироваться только вот на том, что он учит, и на том, чтобы ему это вот что передать, а, соответственно, потом его проконтролировать. Вот в этом случае нам действительно грозит, друзья, боюсь, да, понижение, как это, качество, качество образования точно. Итак, теперь три компонента. Все, переходим к этим трем компонентам новой педагогики, которые нам обязательно надо реализовать. Первое, и это основа, и это основа основ. Именно с этого все начинается, ни с цифровых инструментов, ни с задач, ни с оценивания, с этого. Учебные, партнерские, доверительные отношения между учениками и учителем, и также среди учащихся. Так, это, друзья, архиважно. И здесь я сейчас, так, я смотрю за временем, ага, успеваю, приведу такие два тезиса, то, что нам важно от контроля переходить к поддержке. Учитель в классе не для того, чтобы контролировать, наказывать, указывать и так далее. Он для того, чтобы помочь каждому ученику, который находится в его классе, развиться. Это и есть наша задача, помочь каждому из них развиться. Они все разные. Это трудно, каждому из них помочь развиться. Но вот здесь и важно наше педагогическое мастерство. Подумать о том, как организовать учебный процесс, когда у тебя 30 учеников в разных классе, и у каждого свои какие-то особенности. Потому что мы все, мы все такие с особенностями. И мы от контроля переходим к поддержке. Этот период, вот этот вот переход, он осуществляется точно не за один урок. Этот переход сначала происходит в нашем сознании. И не только в сознании учителя, друзья, в сознании администрации тоже. Потому что очень многие учителя сталкиваются с тем, что когда они этот переход постепенно начинают осуществлять, им самим непросто. Для них самих это новое что-то. Им Марина Курить сказала, что так надо делать. И они начинают это пробовать. Они сталкиваются с тем, что администрация школы не понимает, что происходит. Где, где, где вот эта вот тишина в классе, домашнее задание, справа написанное на доске число, слева написано, тема урока и так далее, и так далее. Где вот эти вот целеполагания в начале урока? Вы куда там на улицу пошли с QR-кодами что-то делать? И ученики такие довольны приходят. У вас как будто бы учебная работа не происходит. Нужно, нужно вот по регламенту, как-то вот по-другому как-то. Ученики тоже должны понимать, что учитель – это тот человек, который им помогает. Это и есть его задача. Он им помогает. Ученики должны доверять учителю. Учитель должен доверять ученикам. Администрация должна доверять учителю. Учитель должен доверять администрации. И важно от зависимости ученика, от того, что он полностью зависим от нас, переходить к автономии, переходить к тому, чтобы у него развивались навыки саморегуляции. И скоро я поговорю о том, уже скоро через несколько слайдов, как можно это сделать. Потому что если мы контролирующие, в таких условиях навык саморегуляции не развивается. Ты зависим будешь всегда от других. Ответственности у тебя не разовьется в этих условиях. Другие условия должны быть. И вот сейчас, друзья, у меня есть здесь два видео на слайдах. Я только не знаю, будете ли вы слышать звук. Это два вайна, которых я сняла на 6 секунд примерно каждый. Это антипримеры. Знаете, можно сколько угодно говорить о том, что необходимо выстраивать с нашими учениками доверительные отношения. И можно думать о том, что да, у меня доверительные отношения с учениками. Но антипример очень хорошо все расставляет на свои места. И я сейчас запущу. Если нет видео, тогда модератор... Ой, если нет звука, тогда модератор пусть мне сразу скажет, что звука нет. Я не буду. Я тогда вам коротко объясню, что у меня там было. Ой, я извиняюсь. А у меня почему-то не идет. А, все, пошло. Так, поднимите руки, кому это непонятно. Мне непонятно. Слушать надо было. Так, вот теперь скажите, было слышно? Да-да, было слышно, все в порядке. Спасибо, все. И я тогда покажу сейчас сразу же второй. А сегодня, ребята, мы с вами переходим к изучению новой темы. А учебную где? Дома не забыл. А голову ты дома не забыл? Дневник дал? Ребят, юготочки нет? Я свою дома забыла. Так, это здесь мне моя дочь помогала играть. В тот момент, когда я на нее кричала, голову ты дома не забыл, она сказала, мама, это было так страшно. А снимала старшая дочь. Вот, друзья, вот когда у нас сложились вот такие отношения, причем это такой хороший антипример, иногда таких и не бывает случаев, но все равно чувствуется, что нет вот таких вот партнерских отношений, но не складываются они. Все равно есть тот, кто доминирует и проверяет, есть тот, кто должен просто подчиняться этим требованиям. Вот, если у нас такая ситуация, то ни цифровые технологии, ни инновационные сценарии нам качество образования не повысят. Как говорят, бизнес это не про деньги, это про отношения, это про людей, так и, друзья, образование и воспитание это не про цифровые технологии и не про новейшие какие-нибудь, я не знаю, интерактивные задания, это про отношения. Это всегда про отношения. И родителям нашим тоже важно понимать, что воспитание это выстраивать отношения со своим ребенком, а не нотации ему читать. И вот теперь смотрите, друзья, каким образом нам с нашими учениками вот эти вот правильные, партнерские, правильные, конечно, это так, это в контексте, в контексте новой педагогики правильные, да, скажем, партнерские отношения выстраивать. Вот для того, чтобы разобраться с этим, обратимся к теории самодетерминации. Очень мне нравится эта теория Д.Ц. Райна, которая применяется сейчас во многих сферах, и я знаю, что и в спорте, и в здоровье, в медицине, и в частности в образовании, и там много-много-много еще сфер, где она применяется. Вы все знаете про то, что есть такие понятия, как внутренняя мотивация, внешняя мотивация и амотивация, то есть полное отсутствие мотивации. Внешнюю мотивацию Д.Ц. Райна разделяет на четыре типа регуляции. И они говорят о том, что нет смысла говорить о том, что мотивация низкая или мотивация высокая, есть смысл говорить о том, какая регуляция в данный момент присутствует у нашего ученика. Все то, что я буду говорить, оно действует и к учителю точно так же, и вообще к любому человеку. Смотрите, первый тип внешней мотивации, да, это внешняя регуляция, это когда ученик регулируем полностью только факторами внешней среды. Все, что он делает, он делает только потому, что он получает какие-то триггеры извне. Что такое выбор, он не знает от слова совсем. Он делает, он совершает какие-то действия только потому, что хочет избежать наказания или потому, что он знает, что получит какую-то плюшку. Ученик это что? Это отметки, да, это может быть какие-то от учителя, ну, какой-то, не знаю, строгий голос или может быть крик или какое-то порицание или наоборот похвала, погладили по головке и так далее. Если мы перенесем это на нашего ученика, то все, что он делает в классе, он делает только потому, что он хочет либо избежать наказания, либо он хочет получить какую-то плюшку. Следующий тип, навязана регуляция. Это когда, это человек также регулируем внешне, но только триггеры, которые на него воздействуют, они немножко другие. Он делает что-либо, потому что ощущает чувство вины или потому, что хочет избежать чувства стыда. Ну, вот, например, пример с опозданиями очень хороший. То есть ученик не опаздывает на урок, вполне возможно, только для того, чтобы избежать вот этого неприятнейшего тяжелого чувства, когда ты заходишь в класс, все смотрят на тебя. Например, учитель тебе делает замечание, может быть, класс смеется над тобой. Ты не опоздаешь на урок только по этой причине. Это единственное, что тебя регулирует. Вот это вот избежание этого декструктивного чувства стыда. Или ты все делаешь, потому что начинаешь чувствовать вину. Да, вот ты моешь посуду, почему? Ну, потому что будешь чувствовать себя виноватой. Мама придет и скажет, там, вот, мама устала, я все для вас, а вы... И ты начинаешь чувствовать вину и думаешь, мама, помой я эту посуду. Следующая регуляция – это тот случай, когда уже часть регуляционных процессов человек принимает на себя и начинает видеть в том, что он делает, какой-то смысл для себя. Да, я, например, не опаздываю на урок, ну, потому что мне не нравится опаздывать. Я, например, вот не тот человек, который опаздывает, и я как бы, я не хочу опаздывать на урок. Но и в то же время я понимаю, что если я опоздаю, я не буду чувствовать потом, ощущать, например, вину. Я понимаю, что да, у меня так случилось, я опоздала, но бывает. Ну, с кем не бывает. Это уже что-то, что лично важно для меня. Я, например, как ученик могу больше выполнять задания по математике, дополнительные просить для себя, потому что я понимаю, что я хочу, не знаю, хорошую отметку получить по математике. Или я хочу, может быть, у меня в дальнейшие планы поступать куда-то, где понадобится математика. То есть это уже становится моя личная какая-то значимая для меня, ну да, цель. Да, да, пусть будет так. Мысль уже ушла, забыла, что хотела сказать. И следующее, это интегрированная регуляция, это когда уже регуляционный процесс, они полностью растворены в человеке. И все, что он делает, он делает, испытывает удовольствие, чувствует ценность всего того, что он делает для себя. И комнату он убирает, потому что ему просто в кайф этот процесс самой уборки комнаты. Он видит в этом что-то важное, что-то свое. А, например, не просто потому, что он любит порядок, а просто потому, что он этого процесса еще получает. Не только от результат процесса получает удовольствие и так далее. И вот первые две регуляции, это регуляции под девизом «должен», это давление. Давление может быть разное, эмоциональное в том числе, давление может на человека оказываться. А вторые два типа – это «хочу». Это когда человек инициирован собственными какими-то действиями, собственными желаниями. Так вот, такие умения, как саморегуляция и ответственность, они рождаются или они формируются только в тех условиях, где человек психологически чувствует себя свободным. Где он может добровольно поступать по собственной воле, действовать. Только вот в условиях такой определенной свободы у человека может появиться ответственность. Почему? Потому что человек четко улавливает причинно-следственную связь. Мое действие, последствия, за которые отвечаю я. Я несу эту ответственность, не кто-то другой. Я несу эту ответственность. И человек становится постепенно саморегулируемым, да, саморегулируемым ответственным человеком. Вы включили микрофон. Да, Марина, я прошу прощения. Осталось 15 минут. Наверное, коллегам, кто сейчас участвует, захочется обсудить с вами ваше выступление. Хорошо. Давайте тогда я буду сейчас постепенно заканчивать, чтобы логично завершить свою презентацию. Так вот, друзья, наша задача, наша задача, впрочем, как администрации, наша задача, как учителей, создавать такую ситуацию и создавать такие отношения, где у ребенка будет формироваться свой внутренний мотив, где он будет чувствовать ценность учебного процесса для себя. Потому что до тех пор, пока он должен, он ценность учебного процесса для себя не почувствует. И он всегда будет это делать не для себя, а для нас. Значит, необходимого качества, которое мы хотим достигнуть в системе обучения, достигать будет не так уж и легко, друзья. Следующий компонент, который я здесь скажу, это был первый компонент отношения. Следующий, я теперь здесь уже побыстрее пройдусь, останавливаться долго не буду. Это цифровые инструменты и ресурсы, которые мы используем в учебной работе. Они должны нам достигать, должны помогать нам достигать осмысленного или глубокого обучения. Ну вот Фулан называет это глубокое обучение. Мне трудно найти иногда какое-то хорошее, адекватное определение этому. Мне больше нравится осмысленное обучение. То есть, когда и учитель, и ученик понимают смысл той работы, которую они совершают. И мой научный руководитель Март Лампер, у меня на эстонском внизу его цитата, который я сейчас вам переведу на русский, он сказал, что каждый новый инструмент, он приносит с собой новый способ мышления. И он приводит метафору, точнее, даже не метафору, он приводит пример с колесом, что человечество до изобретения колеса – это одно человечество, после изобретения колеса – это другое человечество, это люди, которые уже изменили, у которых измененное мышление, которые теперь по-другому начали думать. Вот цифровые инструменты, цифровые инструменты, они также должны поменять то, как мы мыслим. Если мы их принесем в свою старую педагогику, в свой прежний педагогический подход, мы не улучшим качество обучения. Мы уже в Эстонии пробовали это делать, 15 лет, тоже ничего не получилось. И это не только наш опыт, это опыт очень многих стран. Старая педагогика и цифровые технологии, это мезальянсы, друзья. И что очень важно, это, конечно же, новые задачи составлять для наших учеников. И это не задание со звездочкой повышенной сложности. Это те задачи, которые перестраивают учебный процесс полностью. Это когда учебная работа идет по другому сценарию совсем. Перевернутый класс, проектное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение и так далее. Другой сценарий, а не тот, который я описывала в начале урока. И все для того, чтобы уйти от этой репродуктивной деятельности. И в заключении, друзья, важные две мысли. Задача учителя заключается в том, чтобы вовлечь ученика в учебную работу. Если он вовлечен, он активен, он работает, он развивается. Задача администрации поддержать учителя обязательно. Увы, увы, друзья, но очень много примеров о том, что администрация не поддерживает учителя, а наоборот, это какой-то такой контролирующий орган для тебя. Ты приходишь, у тебя проблема, и не знаешь, к кому обратиться, чтобы эту проблему тебе помогли решить. И тебя еще сверху этим наказывают. И учитель тоже. Кто-то просто, у кого стержень посильнее, либо гнет свою линию, либо меняет школу. Кто-то ломается. Кто-то ломается и подстраивается. И потом, так же, как ученик, начинает для проформы делать. Вот такие вот, друзья, вот такие мои тезисы. Вывалило на вас много информации. Здесь, на последнем слайде, это основные места, где вы можете меня найти. Но вот давайте теперь мы перейдем тогда к вопросам. Как мы делаем? Я открываю чат или вы задаете мне вопросы? Так, да, Марина, большое спасибо. Сейчас я... Вам нужно остановить трансляцию. А давайте я это сделаю. Хорошо, я могу и сама, если что. Да, да, тогда... Так, а сейчас я включу для всех пользователей возможность выхода в эфир. У вас в левом нижнем углу такой микрофончик включить звук. И вы можете выйти в эфир и задать вопрос. Сейчас это доступно всем. Спасибо. Ну вот здесь Роман писал. Я вот с последних комментариев начну. Мало примеров из практики. Хочется что-то из вашего опыта, алгоритма действий. Что-то из разряда «сделай раз, сделай два». Учитывая скорость изменений времени на освоение нового «мало». Ну вот так, в рамках обратной связи. Угу. Сделай раз, сделай два. Так, это хорошо. Ну вот, смотрите, Роман. Перефонкулировать. Первый шаг. Вот что нужно сделать учителю, вот, исходя из ваших тезисов. А что сделать, чтобы вот что? Ну вот, например, про партнерские отношения. А, что сделать, очень хорошо. Это очень хорошо. Так. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Я просто думаю, как бы так ответить, чтобы конкретно и недолго. Партнерские отношения, чтобы наладить. Ну, по сути, это удовлетворение трех базовых психологических потребностей. Но это я сейчас опять, это я вам долго начну говорить. Конкретно по пунктам. Отлично, от контроля к поддержке. От контроля к поддержке. Но это опять-таки, я боюсь, что это общее. Какой конкретный, конкретный шаг сделать. Начать, например, простой пример. Начать здороваться со своими учениками. И когда вы здороваетесь, обращаться к ним по имени. Здравствуй, Анатолий. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Екатерина. Когда ученики заходят в ваш класс, вы здоровайтесь с ними, обращайтесь по имени. Многие педагоги убеждены, что здороваться первым должен ученик. И они пройдут с каменным лицом мимо этого ученика и с ним не поздороваются. Когда мы говорим о партнерских отношениях, там нет вот этой, понимаете, иерархии. И я сейчас не говорю о фамильярности. Это другой совсем компонент. Там нет этой иерархии, что вот я взрослее, вот я сейчас, например, помладше кого-то из вас, значит, я должна буду первая с вами познакомиться. А тот, кто помладше сейчас меня, ой, поздороваться, да, то вы должны со мной первые. Нет этого. Если я вас вижу, я вас узнаю, я с вами здороваюсь, я обращаюсь. Здравствуйте, Ирина. Рада вас видеть. Точно так же с учениками. Вот они заходят к вам в класс, вы здороваетесь и обращаетесь к ним по имени. Если вы попробуете только это применить, вы уже увидите, как будут меняться ваши ученики. Оценивающие суждения. Оценивающие суждения убирать. Вот то, что вы видели на экране. Вот это голова ты дома не забыл? Слушать надо было. Вот чтение нотаций, да как так можно, да это вам надо и так далее. Вот эти вот морали. Это все надо убирать. Почему? Потому что это всегда позиция сверху. Опять-таки, вы же не будете своему коллеге прочитывать нотацию. Если вы даже знаете, что ваш коллега делает что-то не так, вы будете вести с ним диалог. С учениками также необходимо вести диалог. И тогда вот эти вот партнерские отношения, они постепенно будут налаживаться. И потом дальше уже как цепочка легче и легче будет с ними и учебную работу выстраивать. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Но если что, можно опять-таки, как я сказала, со мной связаться. И на моей странице, в моем блоге вы найдете больше практических примеров. Я очень много пишу о перевернутых, о разных инновационных сценариях, в том числе о перевернутом классе. Мой блог – это как раз-таки копилка практических примеров. Здесь, да, я больше говорила о том, как наше мышление должно поменяться. И на YouTube-канале вы тоже найдете, друзья, очень много моих видео, где я отвечаю на вопросы коллег и даю более такие практические примеры. Спасибо. Коллеги, в эфир может выйти каждый и задать вопрос голосом. Давайте попробуем. Мы ведь здесь не только для того, чтобы рассказывать про какие-то полезные вещи. Сам факт использования, например, Zoom-а – это есть уже процесс обучения. Вы участвуете. Давайте попробуем. И, друзья, я еще хочу, что вот важное сказать. Почему, например, я сразу не начинаю с практических примеров? Опять-таки, для того, чтобы мы понимали смысл того, что мы делаем. Потому что я пробовала выходить, допустим, и сразу говорить про исследовательское обучение или про то, какие возможности у цифровых технологий, про перевернутый класс. Но вот сразу же возникает непонимание. Потому что если я мыслю в старой педагогике, у меня возникают вопросы, как поставить отметку, как проконтролировать. А если он не сделает домашку, если он не посмотрит видео – это все вопросы оттуда. Это все из старой педагогики. В новой педагогике мы мыслим немножко по-другому. Поэтому мне важно вот эту вот картину общую нарисовать, чтобы системное представление было. И тогда мы понимаем, ага, что из себя представляет каждый сценарий. Вот по поводу как раз вот этой новой педагогики. Вы вначале говорили про то, что список заданий вместо обучения. Вот была такая фраза «список заданий вместо обучения». А что, собственно, есть обучение? Ага. Ну, например, если это выстроенное на заданиях. Это возможность помочь нашему ученику научиться чему-то без нашего прямого участия. То есть сделать так, чтобы у ученика вот это вот знание, которое у нас уже в головах есть, чтобы мы его не в готовом виде им передали и вывалили на них сразу же, вот как я сегодня на вас, а для того, чтобы это у них в голове образовалось само. А для этого всегда надо по-другому конструировать учебную работу, потому что если я не говорю, вот меня сейчас выключить, а как вы узнаете, например, то, что я должна донести, да, значит, уже по-другому надо будет как-то действовать, по-другому надо будет работать. Мне какие-то учебные материалы надо будет для вас разрабатывать сразу же. И потом возникает вопрос, а как мне в этом поддержать ученика? У него будет больше уходить на это времени, всегда будет больше. Это тоже учителей пугает, потому что они понимают, вот я взяла и, например, за 20 минут рассказала новый материал, а потом мы решаем примеры. А если я предоставлю им возможность самим исследовать, ученика будет больше времени, учитель впадает в панику, он боится, что он тогда не успеет. А исследования показывают, что успеют, потому что за то время, когда ученики самостоятельно изучают этот учебный материал, у них появляется навык самостоятельной работы. Когда с тобой работает ученик, который умеет самостоятельно работать, он через какое-то время начнет работать быстрее. Это показывают исследования, но это тот риск или та ответственность, которую учитель должен взять на себя. И берут те учителя, которых администрация в этом процессе поддерживает и доверяет им, потому что у нас учителя профессионалы построения учебной работы. Но это должны, если возвращаясь к конкретному вопросу, друзья, это те учебные материалы, с которыми ученик работает и на них учится. Это не просто прочитать учебник. Учебник никто вообще читать не будет. Они написаны тоже, друзья, так. Не знаю, как ваши, я говорю про наши. Наши написаны так, что их никто читать не будет. Я не знаю. Те, кто их составляли, просто ретеллинг точно ничего не слышали. Это должны быть такие задания, которые ученика обовлекают, как компьютерная игра. Вот компьютерной игрой никого не надо учить. Они все сразу понимают, потому что она построена так. Учебные материалы должны быть выстроены таким же образом. Спасибо. Мне кажется, что я отвечаю много, но еще больше и больше вас путаю. Не, ну, как бы тезис-то понятен, как компьютерная игра имеет явное преимущество перед школьным учебником, но как научиться делать такой контент, чтобы он также вовлекал. То есть это, ну, это же на самом деле проблема и очень большая задача для всего педагогического сообщества. Так, есть. Ну, вот на этом мы занимаемся... У нас совсем немного времени, буквально пару минут. Еще тут просят еще раз формулировку третьего компонента новой педагогики. Третий компонент? Третий компонент, сейчас скажу. А, это новые задачи. Нет, это новые задачи, да. Я могу, если надо, показать слайд. А, или, может быть, мы сделаем так, что я потом пришлю эту презентацию. Это новые задачи, которые перестраивают учебный процесс. Ну, например, проектное обучение. Проектное обучение, там совсем другая задача ставится ученикам. Там мы не квадратное уравнение учимся решать. Там мы, я не знаю, архитектору мост помогаем строить. Это другая задача. Феномен-бейс-лёнинг, да. То, что у наших соседей северных, у финнов сейчас реализуемо. Это проектное обучение. Другая задача ставится ученикам, и в ходе выполнения этой задачи происходит весь учебный процесс. Но там нет такого, что тема урока квадратное уравнение. Вот формула, пошли, пошли, пошли решать. Совсем по-другому учебный процесс строится. Спасибо. И ещё, всё, заключительный вопрос. Педагогика сотрудничества, это новая или старая? Это вопрос от Сергея Харькова. Нет, это не новая. Это не новая. Но, друзья, не забывайте, что могут вводиться новые термины. Но если покопаться в исследованиях, то мы найдём какие-то аналоги. И, скажем честно, Соловейчик, по-моему, о педагогике сотрудничества говорил. Сто лет назад Александр Нил говорил о воспитании свободы. Селестен Френе во Франции говорил об этом. Опыт Марии Монтессори всемирно известен и так далее. Опыт педагогов, которые, в принципе, реализовывали то, о чём я сейчас говорю, он был. Просто единственное, что сейчас, почему, например, Фуллан назвал эту педагогику новой, потому что там появился один очень важный компонент, которого сто лет назад не было. Это цифровые технологии, которые меняют способ мышления, которые меняют то, как мы думаем. Поэтому она новая. Вот в этом смысле она принципиально новая. А я думаю, что партнёрские отношения, эта идея совсем не нова. Но она очень важна и актуальна до сих пор. Спасибо. Спасибо большое, Марина. Очень интересно. Очень жаль, что у нас никто из коллег, из участников так и не включился. И я не понимаю, в чём причина. Вчера был такой живой разговор, а сегодня как-то вот... Я думаю, что это очень много информации я сейчас, конечно же. Это нужно говорить. Да, да. Запись мы делаем. Мы её выложим там же в материалах на нашем сайте. И если вы пришлёте презентацию, будет очень здорово. Мы её прямо там же и разместим. Да, пришлю обязательно. Спасибо. Спасибо огромное.